Выпускник Казанского университета, режиссер, сценарист, продюсер Ильшат Рахимбай снимает видеоролики в поддержку татарского языка, получая широкий отклик по аудитории. Почему важно сохранять культуру родного языка в сюжете нашего корреспондента? Это попытка поговорить о национальности сквозь призму четырех тем. Свобода, наследие, семья, имон, рассказывает Ильшат Рахимбай, который вместе со своей командой решил рассказать об этом с темной стороны. Есть много вещей, которые уже и так показывают все это в хорошем свете. Мы решили сделать более киношную, более социальную тематику и попробовать придумать четыре истории, которые рассказали бы про эти четыре вещи с точки зрения проблем, которые существуют на этих уровнях. Самая главная проблема, по словам автора, следующая. Татарский язык пропадает, он сохраняется лишь в далеких деревнях и старинных сказках, а вот молодежь его не использует. Понимаю, что со всем этим уходит какой-то огромный кусок картины. То, что невозможно воссоздать, то, что невозможно найти в другом, например, народе. Обороты речевые или какие-то энергетические особенности языка, культуры, которые я чувствую, чувствуют мои родители, мои бабушки, дедушки, которые этим жили. Подготовка, сценария, определение локаций и монтаж – все это заняло несколько месяцев. Как заверил Ильшат Рахимбай, над роликами работала самая лучшая команда, в которой каждому из участников не безразлична судьба татарского языка. Того же мнения, как оказалось, придерживается и аудитория. Например, ролик Гайле «Что значит семья» набрал 25 тысяч просмотров. Мы никак не ожидали, что такое кромкое внимание будет к этому. И это говорит о том, что в людях живет запрос на этот вопрос. Живет какая-то такая проблематика, которая их задела, о которых они хотят говорить. И это для нас большой показатель, что есть, значит, это боль на этом уровне. К слову, совсем скоро видеоролики станут транслироваться по телеканалу «Универ ТВ». По словам Ильшата Рахимбай, в роликах нет определенного посыла. Каждый, заглянув в свою душу, словно в зеркало, найдет в них что-то свое, родное и близкое. Диана Шлинкова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюз.